Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг» и празднуем первую награду от YouTube за 100 тысяч подписчиков. Спасибо большое, наша большая армия поклонников. Также мы благодарим всю компанию «АвтоСтронг», команду, которая работает над этим проектом. Такой презент надо отлично отметить, а отмечать мы такой презент будем вместе с первым 2.0 TFSI, который вы очень просили в комментариях. В 2004 году концерн VAG представил свои первые турбомоторы бензиновые с непосредственным впрыском. Эти двигатели были семейства EA113 и являлись эволюцией легендарных четырехцилиндровых двигателей с пятью клапанами на цилиндр. Рассказывать о TFSI мы будем на примере двухлитрового турбированного двигателя, снятого с Audi A4 DTM Edition 2006 года. Двигатели 2.0 TFSI, а именно первого поколения, развивают мощность от 170 до 271 лошадиной силы. Все эти характеристики двигатели показывают на 98-м бензине. Блок первого двигателя TFSI чугунный. Позаимствован у его предшественника 1.8 turbo с пятью клапанами на цилиндр. Справедливости ради надо сказать, что у двухлитрового атмосферника блок алюминиевый. ГБЦ здесь совсем другая. По четыре клапана на цилиндр. А вот привод ГРМ остался прежним. То есть коленвал приводит зубчатым ремнем выпускной распредвал, а выпускной распредвал цепью приводит в пускной распредвал. И появился фазовращатель на выпускном распредвале. В картере двигателя установлен модуль с балансирными валами, а турбины здесь KKK либо BorgWarner. Довольно скоро на смену моторам семейства EA113 пришли моторы EA888 с цепным приводом. Производились они параллельно до 2013 года. Правда, с 2009 года эти моторы использовались очень редко. Механически эти двигатели надежные и живучие. Есть пару нюансов по железу, о которых мы расскажем. Ну а в остальном при появлении каких-то неполадок либо провалов мощности двигатель надо правильно диагностировать и правильно читать его фактические параметры работы. Нередко снижается производительность топливного насоса, который находится в баке. Проблемы с подкачивающим насосом могут быть вызваны износом его электромотора либо загрязнение фильтра грубой очистки. Этот подкачивающий насос должен качать топливо под давлением 6 бар. Если давление ниже, то двигателю будет не хватать топлива. Тогда двигатель будет троить на холостых оборотах и разгоняться срывками. Также двигатель может не набирать более 3000 оборотов, а также глохнуть при движении. При диагностике будет видно низкое давление топлива, а также сопутствующие проблемы, такие как не дадут турбины, например. Эти симптомы может побороть промывка сетки погружного насоса. На панели приборов автомобилей с двигателями 2.0 TFSI иногда загорается красная маслёнка, которая указывает на низкое давление моторного масла. Это может быть вызвано выходом из строя вот этого датчика давления масла. При его замене, вернее после его замены, маслёнка не загорается. Глючащий датчик коленвала может стать причиной того, что двигатель запускается не с первого раза, а также может глохнуть при езде накатом. Обычно в этом случае помогает просто чистка этого датчика. Направляющая масляного щупа пластиковая и со временем она становится хрупкой, потому что она может дубить от морозов и от внешних факторов. Когда вы достаете масляной щуп, то она может просто треснуть. Бывают случаи ослабления винтов на клапанной крышке, из-за чего образуется подтекание масла. Если масло попадает в свечные колодцы, то тогда происходят пропуски воспламенения. Рекомендуется раз в год подтягивать вот эти болты. Ну и естественно, в такой праздничный выпуск мы не могли обойтись без Паши радости нашей. Встречаем! Корпус турбины объединен с выпускным коллектором. Каналы выпускного коллектора разделены на две части. Для лучшего распределения отработавших газов, которые попадают на колесо турбины. Турбина имеет жидкостное охлаждение, которое работает даже на заглушенном двигателе благодаря электронасосу. На корпусе турбины находятся электрические клапана, которые отвечают за работу турбокомпрессора. Здесь был клапан N75, а вот клапан N249 вмонтирован в корпус компрессора. Клапан N75, призванный ограничить давление наддува, открывает перепускную заслонку в горячей части турбины. Клапан N249 является перепускным. При резком закрытии дроссельной заслонки клапан открывается и пропускает весь сжатый турбиной воздух по кругу. Таким образом, не происходит эффекта так называемой турбоямы и не происходит резкого торможения вала турбины. Турбины на двигателях 2.0 TFSI обычно надежные и никаких проблем с ними не случаются. Но они могут стать жертвами обстоятельств. Например, из-за забитого катализатора и из-за противодавления на выпуске возникает нагрузка на вал и подшипники турбины. И иногда можно столкнуться с негерметичностью перепускной заслонки в горячей части улитки. Проверить турбину можно на этапе компьютерной диагностики по фактическим параметрам наддува и функционированию клапана N75. Параметры наддува должны соответствовать запрашиваемым, а клапан N75 должен открываться не более чем на 80%. Нужно отметить, что корректные параметры при диагностике можно получить только при герметичном впускном тракте, не стравливающем воздух. Кстати, чуть не забыли, турбина-то у нас KKK, и она устанавливалась на более мощные версии двигателя 2.0 TFSI. Первым двигателем 2.0 TFSI достался дефектный клапан N249. Дело в том, что он ходит не более 40 тысяч километров, либо же ломается при чип-тюнинге. Дело в том, что вот эта оранжевая мембрана рвется, и весь воздух, нагнетаемый компрессором, стравливается через нее. Как видите, клапан у нас старого образца. Затем конструкцию изменили и убрали вот эти непрочные резиновые мембраны. На неисправность этого клапана указывает потеря мощности двигателя. Она ощущается как при езде, так и при трогании. Также двигатель может дергаться при отпускании педали газа. При замене этого клапана на новый. Машина едет намного веселее. А вот клапан N75, который, напомню, управляет актуатором заслонки, может быть причиной недодува либо передува турбины. Ведь именно он заведует производительностью турбины, а на неполадке указывает отклонение параметров наддува и подергивание либо волнообразный разгон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двигатель 2.0 TFSI оснащен сложной системой вентиляции картерных газов. Дело в том, что здесь два маслоотделителя. Один маслоотделитель находится в корпусе масляного фильтра и отфильтровывает масло от газов, которые идут из картера. Затем по вот этой трубке газы идут во второй маслоотделитель, который отфильтровывает масло от газа в пространстве под клапанной крышкой. Суть в чем? Вот этот маслоотделитель регулирует направление отвода картерных газов. По вот этому каналу сквозь клапанную крышку картерные газы попадают перед турбиной. А вот из этого канала они уходят во впускной коллектор. Здесь находится стандартная подпружиненная мембрана, которая регулирует отвод картерных газов. То есть, чтобы турбина не высосала слишком много картерных газов вместе с маслом. Если эта мембрана рвется, то тогда холостые обороты начинают плавать и появляется ошибка по регулированию холостых оборотов. А если засоряется вот этот клапан, то при перегазовке из трубы валит синий дымок. Концерн VAG пожалел владельцев этих моторов и установил цену на весь вот этот маслоотделитель всего 35 долларов на новый. Если возникают подозрения по подсосу воздуха, то не стоит забывать про вот этот шланг, который отводит картерные газы в лабиринт клапанной крышки. Дело в том, что на его концах рассыхаются уплотнения и тогда возникают подсосы воздуха. Впускной коллектор на двигателях 2.0 TFSI пластиковый. Он оснащен заслонками для поддержания смеси образования. Обычно эти заслонки закрываются только при минимальных нагрузках на двигатель. Когда они вот так вот электронным сервоприводом перекрывают каналы, то происходит ускорение потоков воздуха. Вообще на этом двигателе заслонки практически во всех режимах двигателя открыты. Моторчик сервопривода может выйти из строя и на это укажут соответствующие ошибки. Форсунки могут засоряться и изнашиваться. При проблемах с форсунками фиксируются пропуски воспламенения. Но обычно люди успевают поменять катушки, свечи, а лишь потом доходят до форсунок и меняют конкретную форсунку на новую. Также отметим, что форсунки эти непосредственного впрыска, то есть своими распылителями они уже помещены в камеры сгорания. Мы потихонечку подбираемся к топливному насосу высокого давления, который стоит на ГБЦ и приводится от впускного распредвала. На ТНВД установлен датчик высокого давления топлива. Он хорошо известен тем, что через него начинает просачиваться бензин. То есть вы обязательно услышите запах в салоне. Эта проблема не решается. Дело в том, что датчик отдельно не продается и его приходится менять вместе с ТНВД. А ТНВД стоит 350 долларов. Также на ТНВД стоит датчик низкого давления. При его неисправности двигатель глохнет сразу после первого холодного запуска. Также фиксируются ошибки по регулированию низкого давления топлива. А теперь немного теории. Топливная система на данном двигателе имеет переменную производительность. То есть подкачивающий насос, который стоит в баке, качает столько топлива, сколько двигатель потребляет. Система подачи топлива здесь тупиковая, то есть обратной магистрали не имеет. Этот ТНВД качает топливо под давлением в 110 бар. Качает и его в топливную рампу. На топливной рампе есть предохранительный клапан, который стравливает топливо, если давление поднимется до 112 бар и выше. Этот ТНВД производства компании Hitachi. Он приводится от тройного дополнительного кулачка распредвала. Здесь находится колпачок-толкатель. Это киноперсток между штоком ТНВД и распредвалом. Этот колпачок требует внимания. Сначала может износиться вот этот графитовый слой, а потом может выгрызаться сам металл. То есть можно доездиться до того, что он износится насквозь. Он ходит порядка 60 тысяч километров. При его износе возникают ошибки по давлению топлива. Он может износиться, то есть этот колпачок до такой степени, что начнет барабанить по кулачку распредвала. И здесь главное не допустить износ кулачка распредвала, потому что распредвал придется менять полностью. Также добавим, что на износ этого колпачка влияет качество масла. И также добавим, что на чипованных моторах этот колпачок ходит еле-еле 15 тысяч километров. ТНВД сам по себе не очень надежный. На снижение его производительности указывают провалы при полном газе, а также общая ошибка по давлению в топливной системе. Проблемы с давлением в топливной системе могут быть вызваны как проблемами с насосом подкачки, так же могут быть вызваны проблемами с топливными фильтрами и также с износом толкателя либо кулачка распредвала. Зубчатый ремень ГРМ – это фирменная черта двигателя семейства EA113. Менять его надо каждые 90 тысяч километров. Этому двигателю достался шкив коленвала эллиптической формы, что позволяет увеличить срок службы ремня ГРМ. А вот шкив коленвала для навесного оборудования достался этому двигателю демпферный. Он служит очень долго. Клапанная крышка здесь пластиковая. Если посмотреть, то она двухъярусная. И вот здесь находится лабиринт системы ВКГ. Вот это тот самый тройной кулачок, который дубасит по штоку ТНВД и обеспечивает его работу. На что здесь надо обращать внимание? Надо обращать внимание на износ. Здесь мы видим потертости, но они незначительные. При сильном износе этот кулачок стачивает на несколько миллиметров. Ранним экземпляром двигателя 2.0 TFSI достался дефектный распредвал. То есть он был из дефектной стали. Кулачок там стачивался аж до круга. И распредвал меняли по отзывной компании. Фазовращатель установлен на выпускном распредвале, но его работой обеспечивает поворот впускного распредвала в диапазоне 42 градуса к коленвалу. То есть благодаря этому впускной распредвал опережает либо отстает от коленвала. Это возможно благодаря вот этой вот цепи. Фазовращатель этот очень даже надежный. А вот цепь служит 150 тысяч километров, а потом растягивается. В этой крышке стоит вот такой клапан, который направляет масло в камеры фазовращателя. Здесь же есть вот такой краник, на который нанизаны тефлоновые кольца. И они, эти кольца, изнашиваются. И тогда масло течет мимо фазовращателя и нарушается его работа. В этой крышке мы обнаружили дефект, из-за которого этот мотор списали. А именно вот это раньше был башмак цепи впускного распредвала. Да, случается и такое. По состоянию распредвалов на первый взгляд все неплохо, но при ближайшем рассмотрении видны бороздочки, которые говорят об износе. И если заглянуть во впускные каналы двигателя 2.0 TFSI, то здесь можно увидеть обильный масляный нагар. Это свойственно для двигателя с непосредственным впрыском. Когда нагара становится очень много, он препятствует закрытию клапанов. И тогда его надо вычищать вручную. На первый взгляд по ГБЦ здесь все неплохо. Оно смущает вот этот черный нагар, который не свойственен бензиновым моторам. А по вот таким признакам видно, что этот мотор жрал масло. А у Паши есть версия, что этот мотор подкипятили. Выпускные клапаны здесь натриевым наполнителем для лучшего охлаждения. И также стоит заметить, что при больших пробегах дубеют маслосъемные колпачки. И этот мотор начинает есть масло 300-400 миллилитров на 1000 километров. Напомним, что блок заимствован у предшественника 1.8 Turbo. Блок чугунный с расточенными прямо в нем цилиндрами. Стоит отметить, что здесь была применена технология струйного хонингования, то есть нанесения хона жидкостью под давлением. Блок очень прочный и его можно точить под неоригинальные поршни увеличенного диаметра. По состоянию задиров здесь нет, есть небольшая побежалость, но нас смущает масляный нагар на донышках поршней. Очень интересно, вот это все выпало из поддона. И мы нашли еще одну причину, почему этот двигатель списали. Обратим внимание на вот эту звездочку. Эта звездочка приводит балансиры. Она демпферная, то есть принцип действия как у демпферного маховика. Вот эти пружинки обеспечивают демпфирование. По факту масло насоса и балансирные валы не заклинило, а разрушилась эта долбанная звездочка. То есть двухмассовый маховик подвел и здесь. Такое редко, но случается, если газовать до отсечки и отпускать педаль газа. То есть вот эта звезда развалилась из-за усилий, которые надо на разгон и торможение балансирных валов. Двигатель 2.0 TFSI своеобразно реагирует на некачественное масло. Дело в том, что сгустки подгоревшего масла забивают маслозаборник. И тогда снижается производительность масляной системы. И вот в этом случае, если вы поменяли датчик давления масла, а масленка все еще горит, снимаем поддон и чистим маслозаборник. Очень редко, но бывает, что стальные валы разбивают свои опоры вот в этом алюминиевом корпусе, и тогда масло сочится наружу. И тогда мы получаем тоже проблемы с работой масляной системы. Поршень у нас снижается. Так сказать, на троечку. Графитовое напыление стерто, маслосъемное кольцо закоксовано, компрессионные кольца не залегли, а на вкладышах у нас наблюдаются задиры. Редкая особенность – через весь шатун просверлен канал, который подает масло к поршневому пальцу для охлаждения. Коленвал здесь кованый, усиленный по сравнению с атмосферником FSI. Он имеет увеличенные упорные приливы возле шатунных и коренных шеек. Ну а по состоянию нас подвела третья шейка. Здесь мы видим явные задиры. Состояние вкладышей оставляет желать лучшего. Вот это вкладыш третьей опоры коленвала. Разборка закончена и вот таким получился первый TFSI. Много нюансов, но дальше было не лучше. Вот, в принципе, так мы и отметили нашу серебряную кнопку YouTube. Помните, если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». Жека, тут походу вообще никого не осталось. Разборочка затянулась. Только мы и запчасти. Субтитры создавал DimaTorzok